Мы вот сегодня отмечаем этот день, день этнографа, день рождения Миклуха Маклая. У нас сегодня в гостях потомок Николай Николаевич Миклуха Маклая, директор фонда имени Миклуха Маклая. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Скажите, часто ли вам задают вопрос, а есть ли сегодня место открытием? Потому что мы много говорим о том, что было, о том, чего удалось достичь нашим предкам. Сегодня... Потому что уже всё, всё исследовали. Да, есть ли место открытием? Вы знаете, я этот же вопрос задавал сам себе. Когда отправлялся в экспедицию в 2017 году, это была экспедиция через 40 лет после Советской на остров Новая Гвинея. И я никогда не думал, что действительно мы привезём огромный материал, как этнографический, так и коллекции, так и фольклор. Всё это дело сейчас обрабатывается, и этому открытию, безусловно, есть. Главное идти и не бояться. В 2017 году, когда мы оказались в экспедиции, фактически это возродило, благодаря именно отношению и памяти к Миклуха Маклаю, наше исследование в этом регионе, в Новой Гвинеи. Мы в 2019 году повторили это в следующей экспедиции. И фактически присутствие российских учёных теперь на Новой Гвинеи – это норма. Вот я как раз в продолжении этого и хотела спросить, потому что известна история, когда Миклуха Маклай хотел как-то собрать из России, даже были какие-то объявления, что все желающие могут туда поехать, начать там новую жизнь. Было большое количество желающих в начале 20 века туда поехать, и в итоге, в середине 19-го, и в итоге всё равно как-то запретили туда ехать русским людям. Вот сейчас есть ли смысл, не знаю, русским туристам, каким-то самостоятельным путешествиям туда добираться, и, может быть, я не знаю, начинать жизнь заново? Ну, Миклуха Маклай действительно хотел даже, чтобы это было Чернороссия, представляете? Вот мы могли бы, например, может быть, поехать в следующий раз не в Крым, там, например, а в Чернороссию. Да, да, вот о чём и речь. Но до этого было трудно российским туристам добраться, были проблемы с визой. Мы эти вопросы решили, и в том числе, и благодаря памяти Миклуха Маклая, его дипломатии, и с прошлого года визы открыты, и теперь каждый может попасть. И вот эти сложности, которые мы преодолевали, они ушли. А к вопросу, если касаться, что там и насколько там интересно, это самый уникальный регион. Там 867 языков. Там до сих пор люди сохраняют вот ту уникальную жизнь в деревнях, 85% жизни в деревнях. И когда я общался с старейшим, он сказал, что мы сохраняем вот подобный уклад именно потому, что наши дети живут вместе. Они до сих пор сохраняют из поколения в поколение те же традиции, что было раньше. И мы, когда приехали, практически через 150 лет после Миклуха Маклая, увидели те же деревни, что мы видели на рисунках Миклуха Маклая. Вот это потрясающе, конечно. То есть там как-то законсервировалось время. Там ещё интересные семейные традиции. Мы с Николаем уже обсудили по поводу... Николай нам свинью принёс, подложил свинью. Что это значит? Это тоже какие-то гвинейские традиции? Это небольшой подарок, когда я был в Папу-Ново-Гвинеи, мне на день рождения. И это действительно символ, и как я считаю, Папу-Ново-Гвинеи, потому что во время праздника инициации, когда мальчик посвящают мужчины, или во время свадьбы, без свиньи дело не обходится. Я вам даже больше скажу. Когда дипломатические отношения с Россией наладились, с Советским Союзом, и был приглашён Маури Кики, это один из основателей государства, он посещал Москву и после давал пресс-конференцию. Когда его спросили, ну всё-таки вот что вам понравилось больше всего, что вас удивило? Он говорит, вы знаете, он помялся немножко, говорит, ну, говорит, я таких свиней не видел. Где же вы видели свинью? Я, говорит, проходил на ВДНХ, видел ваши огромных свиней. Он занимался потом в дальнейшем свиноводством. Вообще, это интересная традиция, она перешла уже на то, что свинью едят во время Крисмаса, во время инициации, она бывает не каждый год, а третье самое главное, это когда приезжает российская экспедиция. Поэтому теперь это ещё и традиция. А ещё короткий вопрос. Когда приезжает российская экспедиция, местные жители интересуются какими-то новостями нашей культуры, нашей жизни, или только мы их изучаем, и они для нас представляют колоссальные этнограничные вещи. И вот это как раз тот вопрос, который они мне задали, из-за чего я начал проводить там Дни российской культуры. Мы открыли поэтому кабинет русского мира. Мне сказали, ну, хватит уже, мы Папу Новогвинеи очень много знаем. Вы всё нам рассказываете о ней. Вы показываете фильмы про Папу Новогвинеи. Расскажите, в конце концов, как у вас в России. И вы знаете, какой факт их больше всего поразил? Они были поражены тем, что, оказывается, можно жить в одном городе, в котором может быть минус 30 градусов и плюс 30 в разные сезоны. Он говорит, как же вы живёте? Говорит, у нас всё время 27 в течение всего года. Как им повезло? 27 градусов, знаете. Как вы выживаете? Говорит, мы можем. А ведь у нас же есть в нашей стране. Ну, приглашаем их в Санкт-Петербург. Пусть приезжают. У нас действительно зимой до минус 30 бывает. Лето бывает тёпло. Николай, спасибо вам большое, что пришли этим утром. Напоминаем, что завтра смотрите специальный выпуск проекта «Культурная эволюция». И Николай тоже принял в нём участие. Не будем раскрывать никаких тайм. Смотрите и наслаждайтесь. Впереди у нас короткая реклама. Не переключайтесь, мы вернёмся скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова